У меня есть лучшая подруга. А у меня есть лучший друг. Сто процентов. Никогда. Во что ты верю? Я верю в друг с бывшими. Я не верю. Могилевская! Сучка. Моего мужа клеила у меня на глазах. Ты уверена? Ты уверена, что ты хочешь сейчас это говорить? Я видела вашего мужа с какой-то айтиалкой. Хуже. У меня нет объяснения, зачем так женщины делают. Потому что сучки. Я сейчас расскажу ситуацию. Это вообще у меня с Ургантом роман. Офигеть, да ты что? Да, все мои друзья меня хотят. Вот, конечно, я тебе завидую. Я тебе сейчас завидую. Пошла вон отсюда. Привет всем. Привет всем. Мы хотели с вами сегодня поговорить о дружбе. Оля, мы договаривались, что мы будем на домашнем... Это моя пижама. Я в нем спала сегодня. Показать тебе, как выглядят пижамы. Я тебе показываю, как у женщины должна быть... Я тебе подарила 4 пижамы. Почему ты спишь вот в... Во-первых, не 4, а 2. А для клипа я тебе дала еще 2. А они для меня не доехали твои пижамы. Артем! Я плачу. Стоп. Ты выварила какие-то костюмы на фабрике Баленсиали. Где, б***ь, эти костюмы? Почему я в них не хожу? Я тебе, мало того, написала. А я что? В директ написала. И я ее хочу. Ты меня лайкнула и проигнорила. Все будет у тебя такая пижама. Подруга. Поэтому ты пришла сегодня в вечернем. Поэтому давай поговорим о том, о дружбе. Давай поговорим о дружбе, но не между женщинами. Инфоповодом к этой теме стала красная дорожка о детского кинохвестиваля. И когда не появляющаяся на дорожках ОМКФ появилась Оля Полякова в подругу не с мужем, как написали заголовочки. Другой мужчина, так меня... Ой, у меня новая песня. Чужой мужчина, так меня манит. И он об этом хорошо знает. Чужой мужчина, такой настоящий, такой что-то там манящий. Это новая еще песня, я еще не выучила слова. Кто он? Кто этот герой комментов? Что без мужа, Оленька? А куда своего спрятала? Стесняешься своего мужа? Стесняешься своего мужа и взяла другого. Рассказываю, это мой друг. Я поехала туда как продюсер. Потому что я спродюсировала собственный фильм. И мой партнер, который также столько же денег вложил в этот фильм, как и я, Михаил Ясинский. Мы выступили сопродюсерами, и мы повезли на Одесский кинофестиваль свое кино. Но параллельно с этим он не только мой партнер, мой сопродюсер, он еще мой близкий, самый, наверное, близкий друг, с которым я дружу уже 8 лет. И 8 лет по целому месяцу вместе с его семьей и вместе с моей семьей мы снимаем виллу и там отдыхаем. И это единственная пара семейная, которая может ужиться с нашей семейной парой. Остальные все сбегали на третий день, меняли билеты, уезжали, больше с нами не общались. Так может быть в этом дело. Просто у нас сегодня опять с тобой разительная разница в позициях. Я не верю в дружбу мужчины и женщины. Я верю только в дружбу мужчины и женщины. Приветики. Любой союз, если люди гетеросексуальны, гетеросексуальны. Что, кстати, делает меня правой, потому что свои близкие друзья, ну, кроме Миши, геи. Неправда. Один у меня только гей, остальные гетеросексуальны. Все мои друзья гетеросексуальны. Ладно, моя позиция чуть-чуть пошатнула. Она развалилась нафиг, потому что Артурчик, друг моего детства, обожаю тебя, мой сладкий. Мы с ним выросли. Потом мы с ним потеряли друг друга. Кстати, я в детстве хотела с ним встречаться, но он был старше, и у него была девушка, и потом он на ней женился, и все. Базово есть сексуальный подтекст. Ну, это было сто лет назад. Вот. Ну, вообще сто. Мне было там 12 лет, когда я хотела с ним встречаться. Наконец-то. Мы узнали твой реальный возраст. 112? Так вот. Очень хочу дружить с тобой. Так, подожди. Так вот. Мы потом потерялись, а потом мы как-то начали общаться. И вот теперь мы дружим. В чем это заключается? Когда он приезжает, мы видимся. Он приезжает со своей семьей ко мне. Мы ездим вместе на лыжи кататься. Он приезжает сюда, мы встречаемся ужинаем. Но это уже дружба с семьями. Нет, нет. Не совсем с семьями, потому что он чаще здесь бывает один, без жены своей. И, кстати, жена его ко мне не ревнует и правильно делает. Все друзья Вадика, которые вначале пришли в нашу компанию, как его друзья, теперь и мои друзья. Я у кучи этих таких серьезных, настоящих пацанов. Я у них кума. Нет, ну я так тоже во всех могу сказать. Я говорю, что близкий друг, что такие близкие друзья? Это про все поговорить. Это в любое время встретиться. Это позвонить в 2 часа ночи. Это Миша. Это когда плохо быть рядом. Примечаться с самою. Ждать, что он с тобой рядом. Для меня это только может сделать женщина, которая меня очень хорошо понимает. Я никогда в жизни эта баба не будет делать. Она занята своей семьей, своими детьми, своим мужчиной. И только женщина понимает твои переживания и проблемы. Еще не дай бог этой женщине вывалить что-то про себя секреты, чтобы она потом пошла... Ну у тебя такое было? Не было, но и не надо. Ну это дурацкий совершенно стереотип. Ну видишь, а ты говоришь, что... Мужчина. А почему мужчина не может? Мужчина, я вот захочу закончить, что всегда есть максимально сексуальный подтекст. Он либо был, либо его затушили, и это переросло в дружбу. Вот несколько моих подруг прям всем рассказывают, как они супер дружат с мужчинами по сто лет. Ну сто процентов. На ранней стадии или где-нибудь в середине у одного из фигурантов этого союза точно было сексуальное влечение. Люди способны это душить. Все у своей морали какое-то и переживания. Нет, я бы ничего, в первых, не душила в себе. Зачем? Не душите в себе ваше желание. А во-вторых, у меня есть десяток друзей мужчин, с которыми я правда дружусь, переписываемся, всегда встречаемся, когда они приезжают. Я даже в коллективе с пацанами дружу со своими. У меня муж не ревнует меня к этим. Мы ходим тусоваться вместе, на дискотеке ходим. С одной стороны становится один, с другой стороны другой. Вот в таком сэндвиче мы танцуем, потому что я не могу прийти на дискотеку одна. И я ни с кем из них не сплю и прекрасно. Вот для тебя в чем понятие дружба? Понятие дружба для меня это я тебе честно скажу, что до пандемии я этого не знала. Нет. Мы разговаривали об этом, ты гастролировала на протяжении десяти лет 365 дней в году. И тебе не нужна была дружба, ты говорила мне сама лично об этом. У тебя есть Артем, твой директор, менеджер, он же дружба, он же все для тебя. Но это просто человек, который с тобой 24 на 7 находится и знает, в каком шкафу у тебя какие трусы лежат. Извини меня. Он хочет провести его со мной, а не с какими-то там своими друзьями. Это потому, что ты ему говоришь, ты проведешь его со мной, Артем, потому что у него шанса нет. Артем, иди сюда! Это провокация, Артем, не заходи, не заходи, это сейчас будет манипуляция твоей любовью к ней. Он всегда мне говорит одно, я люблю отдыхать только с тобой. Я, говорит, это понял. Я расслабляюсь. Это все равно и обслуживание тебя. Ну, извини, ты знаешь, как я люблю Артема, он крутой. Я считаю, тебе с ним повезло. Вот тебе с ним повезло. Человек, который так предан тебе настолько сильно, это большое везение. Понимаешь? За деньги и не за деньги. Он за тебя порвет всех. Об этом знает весь шоу-бизнес. Но не подменяй понятия, это не дружба, это все равно уже твой больше родной человек. Что ты решила? Это дружба. Это человек, который придет ко мне на помощь, которому я помогу, когда ему нужно, с которым у нас близкие отношения. Он знает обо мне такие вещи, которых, возможно, даже не знает мама. Поэтому это дружба. Тот же Мишка. Это дружба. Мы партнеры. Практически все наши разговоры, естественно, о нашей работе. И о тебе. И обо мне. Но я по-другому не умею. Я очень эгоцентрична. И для меня вот находиться там, допустим, в компании, где я на каких-то равных правах, для меня не комфортно. Поэтому ты не пойдешь на девичник. Я иногда смотрю, а ты куча девок. Я всегда так завидую этому. А ты знаешь, почему? Я не умею так дружить. Потому что ты любишь быть в центре внимания, Майсик. А в таких компаниях это это прям такой, знаешь, пионер-лагерь. Это группа, где все друг с другом считаются, кто когда выходит на завтрак, куда мы идем. В половине случаев я могу быть не согласна и вообще хочу пойти на шопинг. Или наоборот, все прутся на шопинг, а я не хочу. Не хочу. Я хочу себе. Но все идут, ты прешься со всеми на шопинг. Мало того, они могут стоять в одном магазине три часа, тебе там ничего не надо. Ты бы там просто с ума сошла и поставила бы все к чертовой матери. Я понимаю, потому что они не будут говорить 24 на 7 только о тебе, правильно? Майсик, они вообще не будут говорить о тебе. Все, мне это не подходит вообще. Уехать от своих детей, уехать от своей семьи. И жить по общим правилам. Да, и потратить время на каких-то баб, ну, наверное, нет. Понимаешь? Вот поэтому все и заканчивается не рождаясь. И тем не менее, те же мои подруги, которые у меня есть, я с ними дружу, но я с ними очень редко вижусь. Намного реже, чем я вижусь со своими друзьями-мужчинами. Может, ты же она ненавистница? Я очень люблю женщин. Просто, если честно, я тебе скажу, нет, я дружусь с девочками, я не дружу с девочками-девочками. Я уже это поняла. Мне нравятся девчонки конкретные, у которых много мужской энергии. У меня все подруги конкретные, такие, держат свою жизнь в руках, с яйцами. Я вчера это поняла, потому что вчера ко мне позвонил мой звукорежиссер, звукорежиссер, Вика. У меня, кстати, звукорежиссер, девочка, это редко для девочки профессия. И она такая, мальчишка она. И вот она со мной поговорила очень быстро, без сантиментов, и положила трубку, и говорю, я ее обожаю за это, понимаешь? Я не люблю в девчатах вот это вот... Понимаешь, много вот этого вот всего. Я люблю очень конкретику. Ну а сентименты какие-то, ну а сплетни, ну чего-то там обсудить, поплакать с кем-то? Психотерапевт есть для этого. Тебе это не надо? Мне не надо, нет. А психотерапевт мужчина или женщина? У меня женщина-психотерапевт, но у меня он всего четыре раза был в жизни. Вот я только-только начала, и когда я ей сказала о том, что, говорю, вы знаете, ну, мне тяжело вообще с психотерапевтом. Он говорит, почему, что вас останавливает? Я говорю, ну, я не понимаю, как ей все это на голову вывалить. Она мне говорит, постепенно. Я пока не понимаю, как ей все это на голову вылить. Поэтому нет, с психотерапевтом пока у меня не такие доверительные отношения, чем как с пацанами. Сколько у тебя настоящих подруг? Одна. Одна. А знаешь, почему твоя подруга с тобой одна? Потому что вы с ней работаете, и ты с ней тоже обсуждаешь только работу. А если бы пришлось вам обсуждать, что только... Мы, наверное, работу не можем обсудить три дня, потому что очень много других личных вопросов. А ты ей все рассказываешь? Абсолютно. А она знает про эти секреты? Все знает. Серьезно? А она не сдаст никогда? Я ее убью просто, если она сдаст. Я знаю все про ее тоже. Я вообще даже про это не думаю. Если серьезно, я вообще не думаю, что он мне сдаст. Но если она сдаст, я переживу в жизни серьезную трагедию. Но мы переживаем их, теряя близких людей, смерть чью-то переживаем. Ты никогда не застрахован от трагедии. Если меня предаст моя близкая подруга, это будет огромная трагедия, которая меня может сломать. Ну, сука, я же из-за этого не буду с ней не дружить, потому что есть человек, который для меня роднее даже, ну, извини меня, как бы моих некоторых кровных родственников. Поэтому я не могу от этого отказаться. Это намного важнее. Она твоя прямо такая, прямо близкая такая прям. 22 года. У меня есть подруги и близкие, но вот так вот прямо сказать, что это моя кровиночка. Мы очень много прошли. Родиночка. Моя, моя это, я так не могу сказать. Ну, я с тобой согласна, но это все проверено и в работе. Мы начали просто, мы вместе работали на канале. Понимаешь, я была никем, только пришла в подъем. Слушай, я только родилась, ты уже была Маша Ефросинина. Ты всю жизнь была кем? Мне сейчас 112, ты мне этот вымпел передала, да? Давай, отчихать. Один-один. И она все время была рядом. Все время, потом мы как-то рожали, потом сколько всего вместе проходили. Умение поддержать в любой ситуации. Ты Маша Ефросинина или ты не Маша Ефросинина, у тебя все хорошо в жизни или все плохо в жизни. Она всегда рядом. Вот это я понимаю дружбой. Я не представляю, чтобы в таком же состоянии был мужчина, который по-другому мыслит, по-другому чувствует, по-другому понимает переживания. Я могу Притуле сказать, меня там засрали и оклеветали. Он скажет, эй, мала, та всерися, це ж нормально, це все, де тоби на коры, сильнейшая будешь, ты крутая, ты моя зирочка. Оля со мной, это может все раз... Ну потому что, во-первых, это Притула. Но мужчина, это... Все-таки выбирать не эгоцентричных мужчин в друзья. Это первый поинт. Сказала, а кто знает Мишу Ясинского? Он не эгоцентричен, ты что? Нет, мне кажется, что он очень сильным характером. Ты что, он с сильным характером, но он не эгоцентричен. Там все равно культ моей личности, как и в моей семье, и в моем коллективе, и во всем моем. А еще истории? Хорошо, были у меня попытки. Очень крутой парень, там, мужчина, знакомлюсь, какие-то даже дела, даже чего-то где-то. Все, он исчезает. Я думаю, ну, блин, я или чем-то обидела, или что. У меня было таких несколько случаев в жизни. Так, и что, он говорит, я тебя заходил? Я звоню, куда-то исчез. Нет, жена запретила. Я говорю, подожди секунду. Ну, а как, у нас же ничего не было. Мы там с тобой собирались какой-то проект совместный сделать. Ну, куча всего. Знаешь, когда люди начинают общаться, общие интересы, или там, поехали вместе на концерт, с семьями, туда-туда. Жена не хочет, чтобы ты была рядом. Я все время понимаю, что вся вот эта история про дружбу мужчина-женщина, в моем случае, это всегда какой-то крыльный. Потому что ты не пацанка. Ты девочка. Ну, вот-вот. Ты девочка, а я пацанка, а я дружбан. Я всегда, вот мне мои пацаны, ребята. Смотри, смотри. Смотри, да. Слушай, а можно надеть хоть рюшиков, 250, яйца от этого. Яйца, смотри. Я же в этом. Брум-брум-брум-брум. Слышь, как они? Так вот. Вот я, смотри. Я же в этом не виновата. Абсолютно нет. Да, ты не виновата. Ты не виноват. Вот именно. Я одного из известного. Поэтому ты дружишь с девчонками, а я дружу с пацанами. Потому что я свой парень. Я одного очень известного человека в Украине. Забуду на интервью. Что не было. А он почему ко мне не идет? Жена не пускает. Вот просто не пускает. А почему? Кто это? Расскажи. Он не могу. Он очень известный. Хорошо. Известный чувак, да? Супер известный. Ты, наверное, ему стой на глазки? Вообще никогда. Мы знакомы с ним. Боже мой. Мы знакомы с ним. Господи. 20 лет. 20 лет. Я знала всех его жен. Так. А это не пускает. Потому что жены могут вжать меня. А любовница, она на всю жизнь. Да, никогда мы не были. Мы всегда были, вот ты говоришь, друзьями. Но я тебе говорю аргументы. Мне всегда на твои аргументы всегда есть контраргументы. Так вот. По поводу того, что есть девочки-девочки, которые в компании играют женскую роль. А есть девчата-пацаны. Вот я с пацанами на лодке. Пацан. Никто меня не клеит. Никто мне не говорит комплименты. То есть я пацанка. А что ты пацанка? Я пацанка. И у меня всегда были друзья-пацаны. С детства самого. Потому что на улице у нас жили одни пацаны. И я с детства дружу только с пацанами. Я лазила по стройкам с ними. Я с ними драла жаб. Я с ними ходила там, я не знаю, за горохом. Мы вместе обносили сады. Один на стреме. Второй бабку отвлекает. Мы в огороде как кукубинку берем. Я уже в садике выиграла в дочке-матери. И моя любимая сцена была поцеловать его, когда он ходит на работу. Как мама целовала папу. Так вот, понимаешь, да? Его звали пацанка. Поэтому девчонки-пацанки, которые в компании играют пацанячью роль, говорят о сиськах, говорят о тёлках, говорят о... То есть я поддерживаю все их темы, понимаешь, да? То есть они при мне могут быть пацанами. Не вот это вот там... Тебе налить, понимаешь, да? А рассказать, как он кого-то там отодрал, как он там ещё чего-то. Я в этом всём участвую. Поэтому со мной пацаны общаются как со своим парнем, понимаешь? И мне с ними интересно. И так было всегда с детства. Давай поиграем? Да, давай. Итак, мы пишем да-нет и поднимаем, честно отвечая на вопросы. Диана. Поехали, Диана. Если мне срочно нужен совет, я первым делом позвоню лучшей подруге другу. Да. Да. У меня есть лучшая подруга. А у меня есть лучший друг. Если мой друг или подружка выложили фоточку, я должна обязательно лайкнуть и откоменить. Я ничего никому не должна. Часто замечаете восхищённые взгляды на мужа? Хотя, Могилевская, сучка, моего мужа клеила у меня на глазах. Знаешь, как она это делала? Смотри, подошла вот так вот и говорит, у вас такой красивый пиджак, он так вам идёт. А ты рядом была? А я, да. А я говорю, Наталья Алексеевна, нам пора идти. О, ты приревновала, реально? Я не то, чтобы приревновала, я не его, но её поведение, вот это вот. Вам так идёт этот пиджак. И так, и так ему так слышишь. Может, тебе казалось? Да, конечно, блин. Потом она продолжила ещё у Пермана на день рождения. Слава богу, что я уехала. О, какая крутая история! Офигеть! Да ты что? Я даже не знаю, ты сейчас так говоришь. Она прямо, прямо... Наташа я всё видела. А вы общаетесь с Наташей? Общаемся, всё нормально. Слушай, нормально. Мой муж всегда мне говорит, ну, наконец-то, наконец-то ты меня приревновала, наконец-то я такой ещё, ух-ух-ух, перчик. Ух ты, прикольно. Всем известная история про наш год в каждой в своих жизнях, как бы, в розлуке. Ко мне в кафе подошла девушка со словами... Я видела вашего мужа с какой-то айтиалкой. Хуже? Я была с вашим мужем, я сосала вашему мужу. Чёрт, оказывается, есть ещё хуже. Нет, тогда лучше. Она сказала, ой, вы знаете, я вас так люблю, так люблю, я вообще, я представляю, что если вы расстались с мужем, то, блин, ну это вообще, тогда вы точно расстались, если вы расстались. Дайте его телефончик. Ты дала? Дала ей морду. Прям дала? Ну не так, чтобы это, но послала. Она что-то сказала, сказала, пошла вон отсюда. Класс. Вот так. А потом я сила, ну как это? А я считаю, что нужно делиться. Моего, если хоть и бывшего. А я считаю, что надо делиться. На, дорогая девочка, телефон, напиши ему, поедь и сделай всё, что ему не додала я, что ты чешешь. Это женщина, которая только что Могилевскую буквально просто запечатала за то, что там погладила пиджак ее мужа. А Ира Билок. Ты уверена, ты уверена, что ты хочешь сейчас это говорить? Да, я скажу про Ирку Билок. Потому что мы были с Мишей в компании одного политика, и там была Ира Билок. Так вот, Ира Билок это решила рассказать моему мужу прямо на светской мероприятии. Что? Как будто он не знал. Что? Такой у тебя, а Оля ваша была там-то, там-то и там-то, там-то. Я говорю, ну слава богу, что он знает, понимаешь, да? Ну вот что это? Вот что это, скажи? Ну ты в дружбу женщин. Понимаешь, да? А как ты думаешь, а зачем? А если бы у меня действительно там какой-то роман был или что? Что это для того, чтобы Ира Билок пришла и выложила этому Могилку или что? Я не знаю, у меня нет объяснения Зачем так женщины делают Потому что сучки Боже, Ирку я люблю и Наташку люблю Но вы сучки Вы сучки, сучки, сучки Если мужу раздается поздний звонок Я обязательно спрошу, кто звонил Сто процентов Никогда Тем более ему поздно никуда не звонит Мой муж ложится спать В 8.30 вечера И его телефон в моих руках Скорее всего он не ответит Отвечу я Моему могут за полночь позвонить, я спрошу Кто это в тебе звонит Всегда ответ по работе Никогда А я всегда Мне кажется, мы не ту тему выбрали Ты ревнивая? Я очень ревнивая Я помню, что мы в разводе У нас у каждого своя жизнь Ко мне подходит эта телка, просит у меня его телефон Я готова ее разорвать Это был тот период, когда я единственный раз в жизни В своей лазила в телефон И это был его телефон Какого-то лешего Он приходил к дочери общаться Я ныкалась, смотрела в его телефон И что там было? Ну там был, конечно, пиздец Ему писали все женщины мира Конечно же, он был прекрасной добычей Богатой, красивой Он отвечал? Ой, прекрасно, прекрасно Сухо отвечал Да, нет, не знаю Пока нормально все было Ты знаешь, пока вот я Не было вот этого всего Я тебя отправлю, люди, а теперь твоя очередь Фу, меня даже в пот сейчас бросает Когда ты об этом говоришь Но не было Может быть, инстинкт Я там 3-4 чата просмотрела И потом у меня инстинкт Самосохранения меня заберет Я хочу вас еще научить Если вы не знаете, как посмотреть переписку Дорогие мои В телеграме смотрите другие аккаунты Вот, значит, с правой стороны Есть настроечки И там обязательно есть параллельный аккаунт Которого ваш пацан пишет другим телкам Поэтому вот я вам даю наводку Этого не бывает Есть мужчины, которые это не делают А еще в инстаграме тоже есть другие аккаунты Откуда ты это знаешь? Ты заран уже в 120 лет Я просто знаю все Не надо Я просто все знаю Хорошо, то есть Ты вот вообще не веришь в то, что бывает по-другому? Конечно, верю У меня по-другому У меня по-другому У меня-то по-другому У меня-то по-другому У меня у мужа кнопочный телефон Какие фейковые аккаунты Его нет ни в одной соцсети Ты не разрешаешь ему пользоваться айфоном? Он ни ху не любит Он не умеет Поэтому, конечно, можно быть такой сейчас уверенной и борзой в этом отношении Ну и да, и что? Вы проверяете телефоны ваших мужей? Напишите в комментариях Конечно, все проверяют Знаете, что называется? Да и меряй, но проверяй С тех пор, как мы воссоединили отношения Я ни разу не полезла в телефон Да? Никогда И не полезу Если ты хочешь Что-то найти, то ты найдешь Закончить отношения с человеком Залезь к нему в телефон Другого правила не существует А я лезла сто раз, и там ничего нету Да ничего нету вообще Может он все стирает? Я думаю, что он по старинке Я думаю, что он звонит ей У нее еще до сих пор есть этот проводной телефон такой, знаешь, с барабанчиком И у него тоже где-то такой телефон Тогда можно не ревновать Алло, алло, я выезжаю Моя-то уехала на свои гастры Танцунки Буду через 30 минут Куринина рейс Может не ревновай тогда, расслабься, Мась А мой всегда говорит, это по работе звонок Конечно Так и говорят они Не надо Не надо меня сбивать с моего убеждения Вы говорили такое, что после очередной новости о вас в МИ Ваш муж устраивал вам сцену ревности? Нет, нет Про нас такое напишет Я сейчас расскажу ситуацию Это вообще Родила только Алису Пятый месяц кормления Вот такие сиськи Вот такая срака Плюс 22 килограмма Такая Дородная женщина Веду вместе с Ургантом Мероприятие Виву, самое красивое Да, да, да Оля, так это Ты была на сцене там Да Веду я с этим Ургантом Да, я помню, как ты мне завидовала Да Конечно, я тебя завидую Я тебя сейчас завидую Даже поесть захотелось Я даже два раза вела с ним Я тянусь Именно к этой ягодке И она ее именно и убирает Тебе мало? Ну а что, именно твою ягодку? А дружба женская тебя возбуждает Тимаха, я смотрю Так вот Там было, по-моему, какое-то 1 апреля Какой-то канал запустил утку Что у меня с Ургантом Роман Вот у этого шкафа С шестым размером груди С этим шкафом на ножках Вот у него, значит, Роман И они тут же, в этой же передаче Но в конце ее Там они сказали Что это неправда Что это был 1 апрельский розыгрыш Но люди же хотят слышать То, что хотят слышать До конца программу не досмотрели И тут моя свекровь Которая божья дуванчик Которая обожает меня Дико Которая во мне души не чает Она мне дома Говорит, я все знаю Говорю У тебя же с Ургантом-то Роман Я говорю Мам, вы что, долбанулись? Я говорю, вы где это услышали? А я этого не знаю Я потом разобралась Я потом об этом узнала Говорю, вы с ума зашли? Я видела Ты садилась с ним в машину Это вообще уже придумка никакой Никогда я не садилась в машину с Ургантом Гей, а тебя канал не уведомил? Что они такое запустили? Ну, они же типа Одно запустили утку И тут же дали определенение То есть они для себя морально решили Что как бы satisfaction произошел Вот А ей, видать, какая-то соседка это донесла Или еще Или она себе это так уже живо представила А я какая-то была, знаешь, уставшая Обычно я бы, может быть, поржала там Или сказала бы Да что вы гоните там Или еще что-то А я помню, что я в каком-то таком была состоянии Нересурсном, знаешь Это кормежка Я кормлю ребенка То есть это все Мне так стало обидно Что я живу с ее сыном Я родила ему второго ребенка Я кормлю этого ребенка грудью И она говорит мне подобную херню И я как на нее погнала И выгнала ее из дома Можешь себе представить Она собралась и уехала И мы не общались с ней где-то два месяца Потом мы, конечно же, помирились Друг у друга попросили прощения Ну, кстати, на заимку она мне больше не поехала никогда в жизни Да ну, у тебя же заимки, если ты выгонять будешь Три дня пешком идти Вот Ну, она прошлась, поняла? Вот Короче, вот это вот к чему приносит Приходят, приводят эти тупые слухи И как это вот вообще может разрушить иногда даже отношения, которые были идеальными В украинском шоу-бизнесе все равно Нет ни слухов, ни сплетен Этими заголовками вяленькими Тоже ничего не раскачивается Тем не менее, тем не менее, у меня прям был серьезный с ней скандал Прям вообще, прям ужас Потому что я не выйдет Мне было дико обидно И шоу-ургант И какой он? Оооо Не знаю Почему вот ты вела с ним? Я вот не понимаю Вот почему ты с ним вела? Ну, конечно, я ведущая, а ты певица Почему вела ты? Влада, это сто лет было назад Да Друзьями мы и так с тобой не будем Я тогда тоже была ведущая больше, чем певица Там была моя прям трагедия, если честно Потому что вести меня брали, а петь нет А я пела лучше, чем вела А никто этого не замечал Меня никогда не берут петь Вот видишь, вообще Ну, слава богу Я, кстати, подумала, смогли бы мы с тобой поехать Когда-то вдвоем отдыхать Получилось ли бы у нас с тобой? А что нет, конечно А что бы мы делали? Бухали Ну, разве что Меня кто-то спросил А Оля, типа, была у вас дома? Ну, кстати, нет Кстати, не была Может быть, потому что ты не хочешь, чтобы твой муж ее видел? Люди постоянно пытаются столкнуть Что-то ревность А может быть, я не была у тебя, потому что ты боишься, чтобы меня твой муж увидит? Нет, прости, но нет Так почему же я до сих пор не была у тебя дома? Приглашаю Я буду ждать тебя с костюмом С мужем Он будет в костюме И мы все будем кланяться тебе в ноги Более с вами с другом Давай, говори правду Конечно, был Я поэтому и не верю Я тебе скажу, что у меня... Я поэтому и не верю Я считала его своим близким, прекрасным другом Замечательно Мало того, секс случился ровно, когда я была расслаблена, доверительно, открыта Да, пьяна Про все ему, про это и про всех Я даже не очень была и пьяна А я была пьяна, и после этого дружба закончилась А знаешь, почему? Секс плохой? Да нет, потому что женщины не умеют разграничивать вот эти истории Мы с мужчинами, с которыми спим, сразу видим общее будущее Сразу у нас начинаются ревности А как по-другому? Подожди, вы переспали У вас была близость Вот видишь Блядь, я ненавижу эти разговоры А на самом деле вы свободные люди Я ненавижу Это какие-то двойные стандарты Это неправда Двое людей занимаются сексом Да Да Они занимаются сексом Но для мужчины это не то, что для тебя Если этот секс не технический, значит в нем есть место ласкам, словам, страсти Правильно? Да То, что называется близость Как эти двое, получив физическое удовлетворение, могут потом встать и сказать Ну что, мы друзья, созвонимся в следующей жизни Мужчины так могут делать А женщины не могут так делать Неудивительно, что женщины реагируют так на это Да, 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 да У мужчин же не бывает такого, что они между друг другом переспали Зачем Ася с Колей переспали А потом такие, ну пойдем сходим на рыбалку А что ты знаешь? У тебя же есть друзья-геи, у них тоже есть Подожди, мы не говорим о геях Яркие темпераментные отношения Мы не говорим о геях А Ася с Колей? Они не геи, но по дружбе переспали Я там говорю, что эта конструкция не работает Друзья друг с другом не должны спать Вот к чему я Понимаешь? А я тебе говорю о том, что когда мужчина и женщина играют в дружбу Это все равно имеет под собой с одной из сторон сексуальный подтекст Только люди либо ему не поддаются, либо поддаются и дружбе кранты Нет, это неправда Это неправда Это бывает так Бывает так Но бывает и по-другому Когда вас с человеком связывают не химические процессы, не симпатия, а что-то другое Допустим, бизнес Я не дружу с Сережей Вот А ты говоришь Ну это семьями Ну что значит семьями? Вот у Сережи притулы есть жена Вот ты в здравом уме дружила бы с ней без его дружбы? Ну мы бы никогда не встретились бы и не соединились, это точно В любом случае это не дружба с семьями, это ты дружишь с Сережей И вместе с тем, поскольку вы находитесь в отношениях и хотите вместе проводить время все вместе Вам приятно Ну значит это мы по-разному воспринимаем Когда у меня какие-то проблемы, когда переживания, когда у меня сомнения в принятии серьезных решений Когда у меня что-то по работе, я не позвоню Сереже Я позвоню своей подруге А я позвоню, что у меня другу Все остальное это дружба и приятели Я верю в дружбу с геями, потому что в них есть та самая женская энергия Оно уже у них немножко в других пропорциях У меня друг гей, который совершенно лишен всей этой бабской фигни Он мальчик-мальчик Мальчик-мальчик, я даже ему говорю, ты нихрена не гей, ты придуриваешься, чтобы смотреть на мои сиськи, когда я переводеваюсь А он что? Да Я говорю, да Не, ну если серьезно Серьезно Моя подруга, она дружит с таким количеством геев, что я даже ее не люблю, что у нее много друзей Я только что у нее, что у нее есть одна я из гето Я только что кое-что уловила Это конкретно наша боязнь Смотри, получается, что если ты знаешь, что твой друг гей, ты потенциально не видишь в нем угрозы Понимаешь, да? Сексуальный Сексуальный Вот ровно об этом я тебе и говорю Если ты так же относишься к своему другу, который не гей, если тебя побуждает к дружбе с человеком не сексуальное влечение, а что-то другое, то вот вы и получаете дружбу без сексуального подтекста Смотри, когда двое людей интересны друг другу, это вполне может перерасти в дружбу Вот мы с тобой не очень любили друг друга И продолжаем не очень любить Я тебя сильно полюбила А я тебя обожаю Поцелуемся Ну вот Мы сгруживаемся Нам интересно Мы с тобой даже проект сообразили Да, представишь, только чтобы быть вместе Вот Нам всегда есть о чем поговорить Вот с мужчиной Тот же химический набор Вам интересно вместе Да, круто Вы хотите проводить время Вы не можете друг другом насытиться, потому что вам классно Сука, это же и есть набор двоих людей, которым хочется быть друг с другом И у людей, мужчины и женщины, это химически перерастает вовлечение Ну почему, Веча, у нас с тобой связывают человеческие отношения Точно так же и у мужчины и женщины могут быть человеческие отношения Аминь Моя, моя семья с Вадиком началась с дружбы А, проводи, та-та-та-та А знаешь почему? Потому что мы с ним сошлись не на бизнесе Тихо Потому что мы с ним сошлись Не на бизнесе Который тебя объединяет с Лисинским Не на разговорах о тебе, которые тебя обвиняют с Артемом Да, а на том, что он хотел всунуть в меня свою писью А притворялся другом твоим Значит, что? Есть сексуальный поте Так вот у него было, а у других нет Хотя я не верю, что мои друзья меня не хотят Да, все мои друзья меня хотят И мы пришли к чему? Мы супер разные Мы супер разные и в этом наше И мы не пришли к единому знаменателю И мы остались при своих При этом выяснив, что может быть и женская дружба Как приверженцем которой ты являешься И я частично, потому что у меня есть женщины, подруги Есть Ну, я остаюсь при своем У меня, я знаю, у тебя, я вижу вашу дружбу с Артемом Моя Оля имеет очень близких друзей Мужчин Но моя жизнь мне показывает обратное Мы, мне кажется, мы пришли к тому Почему это происходит? Это зависит от личности человека От типа личности женщины От типа личности женщины, да Если женщина обладает большой женской энергетикой И женским поведением в обществе мужчин Она обречена на мужское внимание Потому что ты сигнализируешь своим поведением к тебе внимание А я, наоборот, сразу френдзона, френдзона, понимаешь? Ты сейчас провела мне сеанс психотерапии Есть несколько мужчин, которые были моими друзьями, а потом исчезали Ты думаешь, потому что они попали под мою женскую энергию? Да, моя девка А не потому что тупо сбежали? Нет Хорошо Я верю в дружбу с бывшими Я не верю в дружбу с бывшими Вот это полная фигня Потому что это все равно закончится тем, что он засунет тебя в свой член куда-нибудь Обязательно вспомни былое Поэтому не надо дружить с бывшими Вот их нас Не такой ты и бывший Как сперва показалось Короче, у нас просто разные жизни Я себя ненавижу Но, наверное, останусь Слышишь, а у тебя на каждый случай в жизни есть песня? Да Потому что песня Оли Поляковой – это кладезь женской мудрости Новая студия Означает то, что мы уже приступили к записи следующей программы Но Предусмотрительно взяли ту же одежду Которая была в выпуске про дружбу Потому что что? Я не знаю зачем Мы могли бы и в другой одежде это сделать А давай будем трушными? Давай Как всегда Нас за это люди и полюбили И говорят, что он из нами как на кухне посадил Да Мы с ней решили так Что я не читаю комментарии в ютюбе Я не могу их читать Вы же брехло Я не читаю Брехло Я не читаю комментарии в ютюбе Я тебе клянусь Я не читаю Вот видно Потому что если бы ты хоть раз почитала Ты бы перестала перебивать своего собеседника А ты что, я тебя перебиваю? Там просто только все время Там только об этом Ты бы за прошлогодние выпуски читаешь? Нет, это даже в нашем новом шоу «Взрослая девочка» Мне моя команда говорит, что там только положительные комменты Это правильно Про меня только положительные Но после выпуска про детей и подростков мы прочли о том, что вы возмущены тем, что в конце выпуска мы не сделали никакую провокацию а-ля звонок мужу Мы с Олей подумали, мы не можем после каждого выпуска звонить мужьям Я бы и не хотела, честно говоря Мы должны были позвонить нашим детям-подросткам Мы не знали, что сделать Потому что если бы я позвонила Нане, мы бы это не смогли вывести в эфир Если бы ты позвонила Маше Она могла бы нас обматюкать Встречаемся мы с Олей по поводу этих комментариев После эфира на танцах со звездами Я говорю, Оля, сделаем игру провокационную на то, как мы с тобой друг друга знаем, как подруги На что мне Оля, знаете, что отвечает? Что ты мне ответила? А мы что с тобой, подруги? Я же ни хера про тебя не знаю Поэтому, мне кажется, у нас вполне может все получиться Итак, проверим, какие мы с Олей подруги Что надо делать? Отвечать, правда или нет? Проверяем массу Пожалуйста Факты об Оле Пожалуйста А Дианка хорошо с интернетом работает Пожалуйста Нет, слава богу, то, чего я боюсь в интернете нет Теперь самое интересное, чего ты боишься Этого ты точно не боишься Давай, понеслась Оля вставила себе имплант в ягодицы Точно нет, я трогала И мне кажется, что у нее, может быть, в другом месте есть что-то Но там я не трогала Но в ягодицах точно нет В ягодицах нет Я угадала? Ну, конечно, жопа у тебя не Жопа хорошая Жопа без импланта В детстве Оля воровала в магазинах Ольчик, прости Да? Да А что ты воровала? Заварной крем Ты знаешь, такой был в брикетах? Сухой крем Из него надо было приходить домой и варить Но я его ела сухим И мало того Мало того, что у меня всегда были на него деньги Но для меня был кайф его украсть Значит, в кармане у меня была дырка И такая специальная Я, значит, воровала и засовывала в эту дырку И он падал в куртку мне вот сюда вот То есть И я себе шла Тебя ни разу не ловили? Один раз ловили И что было? Какая-то была такая ужасная продавщица, которая хотела меня унижать Она хотела, чтобы я у нее просила прощения Чуть ли не на коленях и все такое Я все сделала, и она меня отпустила Ты упала на колени и просила у нее Ну, типа, что-то такое Но я не помню, чтобы я там, например, валялась у нее в ногах Лизала ей обувь Нет, у меня этого не было Воровала ли ли ты после этого акта унижения еще заварной крем? По-моему, заварной крем уже нет На косметику в Дютифри воровала на заре карьеры Потому что у меня не было на нее денег А мне очень хотелось, я куда-то летела Я не понимаю, как я могла летать за границу везде В Дютифри это стремно, они же все с этими чипами А я их отрывала Выкидываешь, в косметичку положила и пошла Но камеры везде Рассказываю Я больше этого никогда не делаю Потому что я поверила после этого в закон Бумеранга Который работает тут же И работает просто не в математической В геометрической прогрессии То есть если ты своровала карандаш за 15 евро Ты обязательно потеряешь штуку, а то и 3 Потому что была у меня такая история Когда я своровала какую-то кисточку долбанную за 10 евро А у меня было с собой 3000 евро на всю поездку И у меня их вытянули просто в этот же день из кошелька Человек с трешкой в кошельке кисточкой за 10 евро Послушай, в моем случае воруют из-за адреналина Адреналина, да Это что-то психологическое Но я больше этого не делаю Вы считали стаканы, девочки? Да я не делаю больше этого Сколько лет? Я ворую только мужские сердца И то одно своровала, и оно уже у меня даже прокисло за 17 лет До Мадика Оля встречалась параллельно с двумя парнями Нет, я не думаю, что параллельно с двумя парнями Детка, бери выше С тремя? С тремя! Значит, с двумя неправильно, с тремя? Да Прям встречалась с каждой? И каждый думал, что он у меня единственный И Вадик меня от них скрывал Он же был мой дружбан И он, когда я где-то была, я ему говорила Скажи, что я была с тобой Понеслась? Вадик предложил Оле попробовать позу 69 И она отказалась Я не верю в это Во-первых, я не верю, что Вадик предложил Оле позу Почему? Я думаю, что ты королева ночи Но 69 это как? Это когда женщина сверху Да, или он сверху 69 это какая поза-то? Ну вот эта поза Это ее называют миссионерской, правильно? Да нет А миссионерская это когда он сверху Какой ужас Тебе нужен А чего ужас? Я даже... Тебе нужен секс-просвет А я не знаю название позе Я просто знаю позы Не надо сейчас гнать Ой, да ладно, расскажи, расскажи Вот у нас 6 и 6 А это когда он вот так А это я знаю Я не знала, что на 6 лет Это называется пися в ротик Но и тому, и другому И вот так Говорили про дружбу Перешли опять в пися в ротик Кстати, что еще раз доказывает Что не существует дружба между мужчиной и женщиной Да, эту позу я знаю Так что, Бадик тебе ее предлагал? Я считаю, что нет Что нет? Не предлагал Он предлагал, и я согласилась Ага, значит, я опять не знаю тебя, подруга Слова тебя искала я по белу свету И там, и сям, и даже по интернету Из песни Королева ночи Она еще сейчас скажет Я такую музыку не слушаю Нет, с тех пор, как я с тобой дружу, я слушаю такую музыку Мне кажется, что нет Тебя искала я по белу свету И там, и сям, и даже по интернету А там, и сям, ты не можешь не помнить свои слова Нашла там, и сям, такие слова И там, и сям? Да Черт Нашла в соседнем доме Ну, просто прикол Она так быстро не запомнила У нее мгнезе Она не помнит, о чем мы говорили Какой песня? Моя песня Понятно, что моя Вопрос другой Господи, боже Ты с утра совсем, да? Там, и сям Какой пев? Вот Какой пев Нашла в соседнем доме Ну, просто прикол И ты со мной тоже счастье обрел С ума свела наша первая встреча Давай дальше Я в шлепках бегала к тебе А, шлепки! Молодец То был секс-просвет Теперь культ-просвет Зачем мы сделали эту написку? Все, давай, поехали Мастер-класс Как я По вот этой вот Закрытой пуговице верхней Вечно Вот этой вот Наша вечная Вот, вот Ты сегодня что-то не в этом Да, вот так вот Вот так вот Вот так вот Как я вот по этому всему Сейчас все расскажу вам Про Давай Про Давай, Тотя Давай Про нашу Про нашу Про нашу Мамашу Мамашу Давай, Диана Давай Маша постоянно наращивает ногти Нет У нее свои ногти Правда Маша начала курить в 13 лет Однозначно Можно расстегнуть сверху Но бросила Но бросила Угадай, во сколько я бросила Ну, мне же лет в 27 Нет Во сколько? В 38 Нет В 43 Как забеременела Сучка крашеная Вижу твои золотые пломбы в зубах Сделанные в 62 Сделанные в 62 Так Ну, нет Бросила, когда Саня и забеременела В 35 Первая работа Маша Репетитор по испанскому языку Точно знаю, что она по-английски Шпрехая И что она инъязг какой-то там закончила Поэтому такое вполне можливо Ну, в принципе, да, но нет Моя первая работа Я работала на выставке Официаркой На выставке сантехники Я продавала унитазы Еще бы Я на английском, правда Поскольку уже приехаю по-английски Я проводила выставку сантехники И вот дурантский вопрос Давайте нормальный вопрос По-жесточу Будет вопросик у нас? Любимый раздел порно Маши БДСМ Мне кажется, что не БДСМ Мне кажется, что Ган-банг Много мужчин и одна баба Зачем мы сделали эту дописку? Ну я права? Ну нет У Маши был профиль на сайте секс-услуг Ну мне кажется, что возможно кто-то сделал ей профиль Да, такая история была Сделали профиль с моими всеми данными, с моими фотографиями Врет это была она на самом деле Хотела посмотреть, как она котируется Там очень круто было написано, что да, это я, Маша Ефросинина Хочу грязи Я хочу грязи, я хочу жести Звони по моему номеру Я в гостях, на вечеринке Супер звезды Все кружится и поет И у меня раздается звонок Час ночи и такое Слышишь ты, шлюха грязная Куда выезжать? И вот так вот он со мной И второй, и третий, и пятнадцатый Кто звонил, почему-то Вот так хотели дать мне грязи Как только меня не обзывали Начали мне рассказывать, что они со мной сделали бы Это была самая страшная ночь в моей жизни Пока я так вот всех скидывала, скидывала, скидывала Я была вся мокрая, мне было ужасно страшно И я не понимала, что мне делать Я на вечеринку забила Я пошла на улицу, я не понимаю, что делать А что ты пошла на улицу, ты что думала, что они там тебя ждут уже? И вызывать, ехать домой А, я еще была Я в Москве была Я в Москве была Это был год две тысячи, наверное, девятый Думаю так, стоп Надо с одним из звонящих поговорить Действительно Надо найти нормальный голос А лучше встретиться И тут как по заказу Здравствуйте, Мария Меня зовут, не знаю Алексей Хотел бы воспользоваться вашим предложением Про грязь Я говорю, слушайте, нахуй, Алексей Ты кто? Где ты взял мой номер телефона? Почему ты мне это предлагаешь? Что происходит? Ну как? Ваш телефон, ваш профиль Вот я вижу, я на сайте секс-услуг Вот я готов выезжать Сколько вы стоите? Я говорю, где этот сайт? Что происходит? А у меня еще кнопочный типа телефон Знаешь, такой Как у твоего Вадика Вот И никак не посмотреть, ничего Ну и кому звонить? Я сказала, спасибо, Алексей Звоню мужу Тимур, срочно заходи на этот сайт Срочно сделай что-нибудь Заблочи Закажи меня Закажи меня Это было ужасно На самом деле это ужасно Когда тебе в течение 15 минут Вваливается 200 звонков С унизительной мерзостью Которую тебе говорят мужчины Не совсем Какая ты популярная Это ужасно было Это прекрасно Представляешь, сколько есть женщин Которые оставили свои заявки На сайте И им до сих пор никто не позвонил А тебе за 15 минут позвонило 200 человек У тебя смешливое настроение Сегодня Ну ты вдумайся Скажи, пожалуйста, что ты жалуешься? Хвастаться надо Не-не-не-не Мужики ужасно интерпретировали Как будто бы из подземелья Вышли какие-то Орки Да Потому что это Ну как бы Это было все мерзко Унизительное Они все считали Нужно меня оскорбить Понимаешь? Ты же написала, что хочешь грязи Ну да Вот я ее и получала Да-да-да Это было ужасно Короче, вы поняли, что я ее знаю И лучше, чем она меня? Я знаю, что у тебя в жопе имплантов нет Это намного больше и лучше информация Чем мои нарученные ногти Я считаю 50 на 50 Поровну Хорошо Поровну А, я поняла Это твой любимый раздел в порно 50 на 50 Тогда это раздел группа Так что подруги мои или нет? Я все знаю разделы в порно Ты знаешь? Вот и ответ В принципе, это ответ на любой вопрос Который бы я не задавалась